Привет, и Атребуарн. У Чака вышел новое видео, называется Дикие рекламы от именитых режиссёров. Я так понимаю, они опять второём собрались на диване и будут рекламку обсуждать? Если да, то это будет весело, поэтому давайте посмотрим. Исходный хронометраж этого видео более трёх часов, так что придётся подождать. А чё так долго? Три часа? Осталось всего 36 минут. Куда делось остальное? Можете побышевать крестиком, сварить макароны... А чё ждать-то я не понимаю. И пить чё-нибудь... О, кстати! 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 На Бусти находится огромное двух... Да, кстати, вы тоже подписывайтесь на Бусти. Там сейчас выходит реакция на тетрадочку смарты. Вот. Какую я уже там серию выложил-то? 17-ую, по-моему. 18-ую на очередь. Короче, раз в неделю выходит, обязательно подписывайтесь. И сейчас у меня там месяц ностальгии. Вышло уже два... Две реакции на первые серии аниме, которые я смотрел давным-давно. И ещё две вас ждёт, поэтому подписывайтесь. Диванные критики! Дорогие друзья, добро пожаловать! Здорово! О, здесь третий чувак, точнее другой совсем не знаю кто это. Часть рубрики «Диванные критики». Сегодня у нас очень благая цель. Мы будем смотреть рекламы, снятые именитыми режиссёрами. Чё-то как будто мыло какое-то, или мне кажется. Как российскими, так и зарубежными, так и всякими. Вот. У нас сегодня в гостях по старой доброй традиции. Георгий Павлович Буц. Здравствуйте! Здравствуйте! Здорово, дорогой! А также у нас сегодня гость Дмитрий Меткин. Это реально Мухаммирит? Великолепный режиссёр, который занимается рекламой уже столько, меня не существует на этой бренной земле. Я не знаю. Только Дмитрий Меткин занимается рекламой и вот. Кто это? Короче, мы будем смотреть, кайфовать и генерировать контент. Так засмучался. Я в продвизиационной письку твой подхват. Не, давай сюда, блядь! У динского сахара есть реклама. Конечно. Это шахар? Она ещё и нулевых, я хочу это видеть. Это лихие девяностые, когда многие наши кинематографисты и мультипликационные режиссёры остались без работы. Нужно было, да. Да кто это сделал? Ридумать какую-то историю, как зарабатывать деньги? Многие уходили в рекламу. А нахер ты палец, блядь, в этом горячую хрень опустил? О, здесь не горячо, да, можно поесть. Ролик можно разобрать на аватарке. Да, 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 в телеграмме вообще все так гонять будут. Фу, блин, изо рта опять в этот пакет, мешок. А, это бабушка делает компотик видимо. Коннееечно, русский сахарок. Это Дэвид Черкасский Ты сказал просто кого-то знаешь Или ты думаешь, что это он? Да, я сказал, кого я знаю, Дэвид Черкасский Но я кинул своего одного Это из-за кромок Да, это Юрий Нарштейн, который Ёжик в тумане О, да ладно Такая же странная штука Насколько я знаю, читал Осведомлён, съёмка этой рекламы А их было, по-моему, 3 или 4 ролика Фига себе, он тоже знает Цикл роликов Ну, вот примерно в одной его стилистике Позволил ему чуть ли не год Жить на эти деньги Плохо Хотя, может быть, он на копейки какие-то Жил целый год, кто его знает Фига себе Монтаж суперталантный А, что за реклама? Блин, музыка, потому что там как бы Ну, какая-то современная Да, правда, склеечка прям вот Идеально Лох Блин, часы сбил мне Как же я узнаю, когда давать его похел После траки электричка Блин, что я за когти Я не понимаю Какие-то странные рилы Ой У нас в подмосковье такие лужи, да Игорь же, и всё, и тебя нет Смотри, как лиху Фига себе, такие глубокие Это там из-за того, что какие-то огромные эти, да? Я бы... Из-за воды И ни одной капель кермании Это реклама часов? Что она за флекс с часами устроила? Для чего это? Чтобы напутать, чтобы запутать врага Я понял, я понял таймера Но как это выделит непосредственно наш продаваемый... Люди, но ты, а не волекины! Сейчас Чебы рекламы вообще не бывает Ну, мне кажется, это... Почему вообще не бывает чебы рекламы? Какие истории дают именно именитым режиссёрам Дать возможность показать весь свой потенциал Но опять же, тут есть странный коп Если режиссёр именитый, и потенциал их все знают Тут есть чёрно-белая картинка Всё, можно? Можно? Ну! Горячо Горячо Ну и... Вот это голубо Короче, я сам офигел Это Тим Бёртон снимал Тим Бёртон? Вообще не его снимал Ну, типа, чёрно-белая, возможно, его Ну, а всё остальное не особо А Тим Бёртон вряд ли бы хотел снимать драчки На протяжении всех своих фильмов Не считая какого-нибудь Бэтмена И мне кажется, было бы интересно, например, в рекламе Типа, это папа А сколько лет это реклама? Пробовать и припорошить это всё своим стилем Тогда больше экспериментировали Сейчас уже появились там Бренд-менеджеры Когда чётко видение Брэндона Там на десятилетия вперёд Ну всё, на-на-нате, на-на шестерёнке всё встало Такие прям вот точные Да, корпорации поглотили весь креатив Он остался вот только, ну, буквально на каналах Чак Ревью, Мефисто, Вью Ахахаха, сука! Да, кстати Хорош! Комменты раз там будет А даже уже было Ах ты, черт, я... Это Чак А, ещё она? Ладно Он не может расплатиться в ресторане за свой буркер Но решение ближе, чем Где прикладиться Бэк этим Пармя Вы понимали? Тихо Хорошо Хе-хе-хе Это реклама строительных смесей Чтобы вы понимали? Ну-ка Хе-хе, это связано Типа они склеились, что ли, из-за того, что хорошие строительные смеси? Здесь juego О, боже И они будут здесь держать, да? Нет, дожди Хе-хе Что это за заплет Они могли её поймать Капец, какая мерзость Блядь по телеку показывали Чё то как то кровавая Всё потому, что надо было купить нормальную шпаклёта для потолку чему вы не почему войдет донки юз черт что там какая-то маленькая дырочка они все-таки больше побольше эти ящерка селек-борд почему мы не использовали а знаете мы бы не хотели что наш потек ассоциировалась со смертью ящера чтобы вот разбитый любовь мне нам такое не надо можно они в конце будут счастливы прямиком и стерби и мир кусту рица на отдал белая кошка черный кот ну самый лучший режиссер на планете ходит в топ-5 моих любимых режиссер не смотрел у него ни одного фильма конечно это эпический цикл от почившего нас банк империал который не существует уже лет 20 так что это не реклама это нормально а все за ли это реклама расхитили казну земли русской голос светлакова куда же вы серьезно не понял разворовались какой процент бояре герой подкласс ахахаха блять охуенно голосую какой процент большой процент ну прикиньте это реально это все костюмы это вообще все специально для рекламы это эпик особенно до конца 90 это по моему самая дорогая реклама на постсоветском пространстве ну там цикл этот весь цикл беру снова государства свои типа если это банк твой денег у них курок не клюют блин поэтому и буду владеть ими самодержавно очень выгодных я для кого писал эти планы по кварталам иван грозный всемирная история долбанул банк империал его убили да как то по моему я бы в этот банк деньги свои точно бы не продлыл грозным знаешь погонял бы ему дали есть он такой а какой процент ты сейчас от того садись да тимур бекпомбетов вообще делать а это бекпомбетов нахо пошедшие вещи на рекламном рынке блять тимур бекпомбетов свои фильмы снимают а там только одна реклама в них поэтому даже не удивлен, что он рекламу снимал просто. В конце 90-х, начало ли нулевых? На контрасте просто с той же американской рекламой, где, знаешь, вот эта вот счастливая семья выходит. Эти хлопья зарядят нас на весь день. И русская реклама. Его убили, да? Да, его убили. Так что либо карточка вот эта, либо придет вот этот злой русский с бородой и шестом посохом. И тебя накол на сайте. О, мой бог. Екатерина Великая Суворов, Банк Империал. А что это? А, это он решил продолжение нам показать весь целый цикл, что ли? У нас прав Суворов ничего не ест. Так ведь пост, матушка, до первой звезды нельзя. Ждемся. И сидит. Она, наверное, задумала, что она не соблюдает. Да, да, да. Посмотрела на них, всем стало стыдно. А ведь руси и русичи сидят православные. Ящеры все вот подкупили. Звезду. Суворову Александру Васильевичу. Блядь. Ну на тебе звезду, нахуй. Слишком умный. На звезду, теперь давайте жрать. Да-да, тост. Они продают условно большую мысль, под которой они вот в эти 30 секунд, или там сколько, минуту, они себя стоят в этой великой истории, великие люди сидят за столом и рядом банк-империал. А, чё, банк-империал равно великий, ну, специально, и такие же великие, как вот эти люди, которые рекламе показывают, да? Как завернули. Ну, я вообще не вижу вот этого, вот этой параллели абсолютно. Я тоже. Я вообще нихуя не понял, блядь, чё есть банк. Разгневанный упорством осажденных, он попросил женщин покинуть город, разрешив взять с собой самое ценное, но только то, что они смогут унести на себе. Ну, романтичный и очень грустный исторический факт. Хочу открыть чёт в империале. Дайте два. Кстати, вот эта реклама выглядит как будто бы гораздо более круто, чем, например, фильмы того времени. Да, да, да. То есть по картинке тут видно, что там цветокоррекция, там плёнка по камерам. Чё-то как-то слишком ясно. Дим, а вот не кажется ли тебе, что... Ну, это, в принципе, классика, когда вот у нас есть фильм там полутора... Полтора часа, и у нас есть реклама 20 секунд, и там... Бюджет равнасильный. ...бюджет. Чё-то как-то, мне кажется, такого не бывает. В то время люди такие ещё, ну, они ещё не умели воровать, они брали, у них падали из рук деньги, они ещё не умели брать их правильно, и они вкладывали действительно вот именно в бюджет, в продакшен. Я очень сомневаюсь, потому что реклама будет так дорого стоить. То, как это снимается, профессионал, и так далее. На рекламе Бартия как бы не воруется, ну, либо я такие факты позову не знаю. Ну, то есть, прикинь, приходят... Ну, как воруются? Сейчас это не воруется. Сейчас это тебе приходит 10 миллионов, ты такой, ну, я как режиссёр 9 стою. Такое есть, да. Ха-ха-ха-ха! Просто если бы вся реклама была вот такой, наверное, она бы не вся работала. И рядом будет там реклама майонеза, снятая в 30 самых красивых точках мира, да, и рядом будет семья на даче, которая нас, ну, круто. И она, если она будет лучше работать, то возьмут её. А ты налей, это иди. Чему ты это вспомнил? Это же сок, А вы поняли, что это в чём прикол? Пародия на Матрице Тора на чёрном фоне Зелёные эти, круто Матрикс Кустурица? Чё? Блядь, и кто хочет... А чё они регламировали вообще не получится за Матрицу? Больше, чем Голливуд Но идея этого фестиваля была в том, что, типа, Раскрыть рамки, не быть заложником и голливудской системы И, типа, грубо говоря, вот я, типа, Кустурица, я снял Матрицу, вот вижу, так Пошли в жопу Идея клёвая Самое смешное, что в то время не так много людей подражало Голливуду А сейчас сплошь и рядом Да, сейчас это больше проблем даже, чем тогда Он в зачатке эту проблему увидел А это проблема Так, ну погнали, реклама пивка О, я взял пивко С Брэдом, мать его, Питом О, да это же из этого ещё, какого образ Мистера Мистера Смитта Ну тут уже прям максимально бюджета на X2 Ну конечно, только один Брэд Питт сколько будет стоить, миллион? Это после истории с принцессой Дианой А чё, он ей врезал, что-ли? Я не помню, чё за история это было Блин, ты ты Диана, чё там происходило? Это же Диана умерла из-за папарацци Разбилась А, да? Она попала в аварию, потому что ей приселили папарацци Они хотели, а это, это же, блин, блин, вот Бабальнейшая, когда, а ты вот, да Диана умерла, это я знаю Мне мама ещё говорила по телевизору, смотрела Классная тётка, жаль, умерла А я такой, ну понял Ну понял Какого хера? Вот это там папарацци, конечно, блин Выбежал за пивом называется Что хотел донести эта реклама? То, что Брэд Питт популярный Что Брэда Пита, даже сраный папарацци Не остановишь, чтобы выпить бомбоку пива Слушай, меня одно воспоминание навеяло Как раз, в один очень дождливый вечер Ну-ка Я сидел и работал за компьютером Было очень тяжко и грустно И я вот сижу-сижу и думал, а чем вся парада Я что-то приготовился вкусно и думаю, хочу чуть-чуть пивка себе взять А на улице чё-то аномальный ветер Просто град Это чё-то... Так, ветер или там ещё град? Весна-осень, прям ливень невероятный МЧС пишет, родной, вообще не вылезай на улицу А он вот магазин, вот недалеко И я, короче, одеваюсь, я выхожу Я буквально могу, как Майхал Джексон, вот так наклониться Меня ветер будет держать Просто шесть полная Я иду ''- вот это метель, конечно И по дэ sucking орок Ту-ту-ту-ту-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-уу-у-у-у-у... И я иду вот так вот за пивом И по надпи-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ить-ти-ти-ти-ти-ть-ти-ть... И вот я дома, насквозь, мокрик О! А зато с пивком Реклама прекрасная, каждый кадр просто вылизан до миллиметра, и юмор, и бюджет, и Брэд Питт, и... Ну как... Брэд Питт это главное. Ну, на самом деле, тут очень легко, если вспомнить, там, не знаю, панорамы ночного города, компьютерный, плюс Брэд Питт, это Дэвид Финчер, ё-моё, да. Нифига себе, блядь. Это, типа, Марти Макфлай, что ли? Чисто Марти Макфлай, забили? Вот, я, да, да. Что происходит, блядь? Роберт Земекер, блядь, да? Скорее всего, почему-то мне тоже так кажется. Вот этот вспомнил, молодец. Ну, всего, иногда бывает просто... Ну, это него, да? Ну, полетел. Би-би. Би-би. Великолепно, потрясающе. Что за пи-пи? Писающая реклама. Невероятная. Что это? Кто это? Зачем это? Просто вау. Ну, вы, кстати, прострелили тут Мэнн Блэк и этих самых Земекиса. Есть что-то такое, что есть имя человека, которое соединяет всех вместе. Не, на самом деле тут... Кто это? Спилберг какой-нибудь? Фиг его знает. Точный сильный вайп Пиддинг. Прям реально такой вайп, там, какой-то инопланетянин. Типа такой. Это Стивен Спилберг, дорогий. Почему-то я так подумал. Нет, друзья, даже паренек вот такой вот карикатурный, прям вот реально, вот из инопланетянина... Офигеть, блин, Спилберг снимает рекламу, вот это да, конечно. Маркин Макфлай, да, сын мамины подруги. А, нефтяная компания, причем тут, а причем... А, только чего они рекламируют, что-нибудь... А, причем тут пицца? Ну, типа, он... А, это нефтяная компания, серьезно? Зачем? А зачем вообще реклама нефтяной компании? Правда, на разных уровнях. То есть, каждый из этажей, что вот и, типа, и тачки ездят, и... А, и фолли. А, они, видимо, рекламируют свой АЗС. И вот там вот все происходит, и везде нужен бензинчик, везде беб... А вот этот режиссер снимал рекламу для партии зеленых, ему было пофигу. Потому что, опять же, после развала случилась труба, надо было зашибать как-то денюжки. Ну-ка. Час вечерпано. Что? Алло. Че-то как-то грубо. Проросло все. Дома проросли, дорогие друзья, но это плохо, безусловно. Это плохо. Всех ежеков задавили. Алло. Блядь. Да, я слушаю. Викиди. Че? Старно, что они даже ГЗК, закадровый дикторский голос тут не вставили, да? Ну, то есть, как-то, да, слишком мало контекста. Очень тяжело в это... Это как флеш-флеш-мультики раньше, типа, Масяне были, да? Вот, ну, мы там полки кинули. Такое ощущение, что у них вот на все... Это больше похоже на братьев-пилотов какие-нибудь. Это уходило Ренера 29 лет, и они просто не могли больше вставить. Что хотели сказать? Это понятно. Первые две абсолютно говно. Как реклама. Я думаю, Георг, ты офигеешь от ответа, кто это. Я не знаю. Есть идеи? Ну-ка. Ну, а ты... Георг, сейчас... Че-че-че... Черкасс... Да, ты Черкасский сделал. Да, да, и Черкасский, да. Да, да. У-у-у-у! Будьте гениальный. Да, да. Человек некоммерческий, человек... А изначально целый гаван, да? Как он... Все знают, насколько он дрочился над своей мультипликацией. Он придумал новые операторские приемы Через мультипликацию Тут очень плоско, очень просто Это выглядит как реклама Red Bull Как будто бы отдохнул Red Bull окрыляет Просто решил отдохнуть и денег заработать Много денег для нового мультика Слушай, ну ты, по-моему, уже в Черкасске больше 90-х Ты уже ничего не делал больше Делал? Что он делал? В 90-х он как раз еще что-то делал Потом уже Вот он рекламу делал Но человек не коммерций Человек В баке некоммерческих души Да Итак, ну и в Brad Pitt Вновь Опять? Нифига себе любит Он в рекламе Реклама банка какого-то А здесь он как будто бы в образе этого чувака Из Бесплал Это штука денег у Brad Pitt Очень Очень много Пропустил Чисто Шурик такой И еще один режиссер Топ-5 величайших режиссеров Эта планета А че, погоди А как реклама банка хотел нам тут донести, что Брэд Питт всем помог, всех сфоткал. Я вообще тоже не понял, почему здесь банк? Как это всё связано с банком? Типа, непонятно вообще. Бред какой-то. Питт. Не знаю. Я не знаю. Ой, Брэд Питт, качайки! А, это ещё и что-то китайское, и... Китайское, скорее всего. Ну, возможно, мне так кажется. Типа, банк заботится о тебе, а также, как Брэд Питт. О всем во всех забоет. Не знаю. Типа, возможно, в параллелях. Уэс Андерсон, а ты снял, ёлки-палки? Уэс... Хотя и ни одного фильма не видно. Видно, видно. Так, чуть-чуть... А, ну, хотя... Хотя вот... Ну, вот, смотри, вот эти разворотики. Да, да, разворот, вот у меня разворот, да. Это плохая реклама. Ничего не понятного, сейчас я вам речь. Большинство реклам, которые нам сегодня показали, ничего не понятного. Хотя я так их люблю, этих обоих мужиков. Это просто им... Это им ваева. Типа, она сказала, я беременна ещё? А, я беременна. Я говорю тебе... Не отбегайся, не от меня. Ты сам, кто пил пакет в колледже. Так... Что ты думаешь? Чё? Я думал, блядь, она пол поменяла. Я люблю. Слышно. Вы офигеете, это тоже Уэс Андерсон. Серьёзно? Да ладно. Ну, здесь что-то как-то не особо похоже. Узнать можно только по вот этим разворотам. Ну, это очень не очевидно. Да я думаю, такие развороты делают много. Именно, типа, история, да. Режиссёр, это очень-очень-очень часто, считай, всегда, это не человек, который придумывает рекламу. Конечно. Скорее, агент. Он просто... Режиссёр рекламная приходит к нему с креативом, уже с идеей. И говорит, интерпретируй это так, покажи так, как ты вот это видишь. Но мне кажется, мне кажется, современный Уэс Андерсон снял бы совершенно по-другому. Ведь вот эти шоурумы икеевские, они же, это идеальный простор для его вот этих имитаций кукольных домиков. Вот эти вот прямые пролётки. Кстати, да, суда. Между вот этими. Типа, мне кажется, его авторский фильм сейчас, он бы очень сильно... Он сильно отличается от Уэса Андерсона 2002 года. Да, это реклам, да, 2002 написано. Поэтому, мне кажется... А он тогда что-то ещё снимал, что ли? Точнее, тогда уже снимал что-то? Я не помню просто. Точнее, не знаю, когда он его первый... И вот как раз для икеи это был бы очень сильный простор. Ого? Hello, for $10,000, who should... Ого, я не знаю. Ого, я не знаю. Я не знаю, что это было. Извините? Ого, я не знаю. Ого, я не знаю. Не может запить твою томат. $10,000 на кону. $10,000! I'm sorry, maybe next time. Бедный чувак, $10,000 про... Что он говорит? Good milk? Реклама молочка, да, довольно... Как-то почему с молоком вообще непонятно? Ну ладно, впервые я говорю, действительно, очень похоже на Гай Рич с этими подлётами, вот этими вот... С этими вот $10,000 на кону, телефонные разговоры, похоже. Не, мне кажется, это слишком чисто для Гая Рич, у него более грязноватый стиль. В этом весь кайф рекламу, вот когда она... Когда ты только в конце понимаешь, ааа, в этом же суть, это же реклама... Почему ты так говоришь там? Ну да, 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 да. Это прикольно, а вот раньше так было, сейчас уже так вообще не делают, это жалко. Мне кажется, сейчас я могу ошибаться, мне кажется, современные рекламодатели, им очень важно позиционирование продуктов с первой секунды. У тебя есть 30 секунд эфирного времени, и в эти 30 секунд будь добр, вот засвети нас, Максим. Ну, согласен полностью, но мне кажется, это наоборот скучновато, лучше как бы интригу держать. А раньше, мне кажется, вы реально пытались какой-то саспенс делать, да, пытались какую-то чуть ли не трёхактовую структуру в 30 секундный ролик сделать, типа это... Я так понял, это горячий снял, да, или что? Забавно. Ну, а это, ой, это вот тоже есть объяснение статистическое, потому что, опять же, рекламу очень сильно исследуют, из-за того, что сейчас рекламу часто проматывают, ну, уже как бы научились вот эту вот... Угу. Липают. Да, 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 скипать, поэтому тебе важно... Чтобы начать. Платишь денюжку, но хоть вот, типа, две... Две секундки в начале. Ну, здесь тоже их можно понять, конечно. Смело смотреть. Нужно понимать, что... А, типа, он потому что набил рот хлебом, так выплюнул бы просто всё. Рекламу — это не искусство, и оценивать её как, типа, нечто такое, что изменит людей, заставит их думать и так далее. В последние 20 лет, вот, мы всё больше-больше идём к упрощению, и вот у нас уже ТикТоки, а вот уже контент, который идёт даже не 15 секунд, а 2-3 секунды и просто... Здесь нужно рекламу ставить в виде 2-3 секунды, да? И в конце концов, мы так упростимся... Потом схлопнется, как это... Атом схлопнется. Системы в кинотеатре, и там показывают огромную жопу. Георгия Будза! Да. Георгия Будза! Наконец-а, его выход! Это жопа на хромакее! Красивую задницу и... Походу, он постоянно любует свои задницы. Вот так вот, зажато булками, гемит твоя карта. Тёпа, держит эти булки, что ли? Поддерживает вот так. И так проводишь, да, между ними? И так подкачиваешь, вверху внизу, вверху внизу. А с молоком Майкл Бэй снимал рекламу, но это уже так. А, это Майкл Бэй? Нихрена себе. А где взрывы? Нихера, я не верю, что это Майкл Бэй. Да. Сегодня мы проживем первое, благородное дниверситет информационно-правительных действий. Бежим, бежим, еще не существовал мифчиков тогда. Ой-ой-ой. Это что, какой-нибудь релиз-код? Я не знаю. Там, прям, ой-ой-ой. Кико знает. Потому что пришел макинтош, и теперь мы не сидим через, не смотрим на огромного мужика через экран, а сидим в своих маг-компуктерах. Это Ридли Скотт, который, собственно, снял Бегущий по лезвию. Есть отдельный жанр, отдельно стоящий жанр рекламы. Я просто такой подумал, похоже на Ридли Скотт, а потом такой, блин, Бегущего по лезвию он снял или не он? То есть, так можно назвать жанром, это реклама для Super Bowl. То есть, это супер дорогие ролики. А это для Super Bowl снималось? Это да, но, насколько я знаю, это для Super Bowl. Кто это? Сначала подумал, что это Орландо Блум, потом я подумал, что это... Джон Кьюсик? Нет, другой, другой. Не помню, как зовут актера. Ладно, на этой вообще какая-то виновная им. Ой. Ах. Вы любимый. Да? У меня очень понравился головок. А вот это? Можешь до конца. Ну, не до конца. За пять секунд выключить. Я попробую угадать. Какая дичь, что это происходит? Кто это херню снимал? Это чё-то прям трэш. Скал, добро пожаловать в третье измерение. Чипсы? Ты это смотрел, ты, Сигир. Ты буквально такой, ну залезь в голову Дэвиду Линчу. Что он за... Линч? Да, да, Дэвид Линч. Вот это, влезть в голову Дэвиду Линчу. Я забыл, как зовут чувака, который снимал этот. Твин Пикс, по-моему, как раз Линч. Вот, я тоже хотел бы сказать. Да там чёрт ногу сломит. А что? А что непонятно? А что? По-моему, всё понятно. Вообще не хуя непонятно. Что за говнище? Летающая голова. Ясно всё? Ясно. Пуф... Плейстейшн, что? Как мне? Да ладно. Офигеть. Не, ну по графике должны были... Какой график? Я тоже не понял, по какой графике. Летающая голова вот эта. Я бы поверил сейчас в любое окончание. В любое. Лучший майонез во всём Огаю. Я бы поверил. Ну третье измерение, ёпка, ну понятно. Так, PS2, какое третье? Ну а что там в 3D уже было? Слушай, если бы посмотрел набор шизофрении, который... Не знаю, где какая концовка. Ну Дань, ну Дань. Ну летающий бурундук. Ну конечно же, да Икея. Ну что, а сзади речи вообще? Так, реклама, биво, стейл арт. А кто-кто снял-то? Он что ли, да? Нет? Лич? Ну это Андерсон, да? Ну в принципе, да. Ну здесь прям да, потому что его вот эта вот симметрия. И выглянул из-за огня, ну прям Андерсон, прям Андерсон. А вот не надо всё тыкать подряд в чужом доме. Особенно если дома с Андерсом. Вот Данил Сергеевич, в этом кадре, если сейчас возьмёшь линейку и отсчитаешь от правого угла до белой линии, от левого дай... Одинаково будет для этого. Один... идеально. Одинаково. Как, наверное, тяжело с таким человеком в жизни вообще. А-а-а, соглашен? Смотри, я не представляю. Ха-ха-ха-ха-ха, буй. Ты такой, ну ты загибался, сука, уже? Ну он разбрасывает, типа, правый носок идеально от левой стены, а левый носок... Симметрично вот так вот. Да-да-да-да-да. Я такой, не трогай, блин. Оба прилипают на стене, да? Фу, какая мерзость. Насколько они грязные. на полу, но идеально симметрично. Так, вот это история прямиком из девяностых у нас. Family friendly. Такой он, смотрите, еще худой здесь. Это вот такой французский блюр немного, потому что Депардио прям из французских комедий а-ля беглецы. А зачем такой блюр? Типа шума немного убавить? Мне кажется, чтобы создать такое, это называется даже эффект дрин, эффект личный такой-то. Ламповый, приятный, очень вкусненький. В контексте... Неужели это снимал если это во Франции, типа, неужели это снимал какой-нибудь Люк Бессон? Ну, вряд ли на него. Изначально это фильтр, то есть, типа, стекляшка, которая ставится там... В Советском Союзе фильтров нет. Но, и знаете, что использовали, что было в Советском Союзе вместо фильтров? Капроновые колготки. Брали капроновые колготки, натягивали на объектив, и получался примерно так... Так там же нихрена не будет видно вообще, что происходит. Это много, даже где в больших фильмах можно увидеть. Увидел Жерар Депарди голодную девочку, посадил в рестикс, сам приготовил. Не убежала, нет, не убежала. Сиди, 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 бродь, побы... Что долго? Ну, тут никак. Чё, блядь, ещё одного кормить четыре человека? Оба! 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 Да, я тоже, да, я этот линч снял. А, это линч снял? Чё-то вообще не... Причём, да, совершенно вот такие вот разные истории. Да? Да. Ну, если то было похоже прям на него, а здесь... Почему у него голова? Нет, мне тело, да? А, ты знаешь, тело, видишь, какое-то худовато. Ну, кстати, да, я бы в натуре не сказал, что это Дэвид Линч, типа, у него реально вот этот флёр прям французской комиссии, какой-то французский режиссёр, вроде какого-нибудь Франсиса Вебера или чё-то вот такое вот откуда-то. Да? Да. Что? Мимикрирование. Клянусь, запомнил по смешарикам. Реклама Nike. Непосредственно. Ты, блядь, только не говорите, что это Найт Шулер, но вряд ли, конечно, потому что он совсем недавно, типа, появился, но этому... Этой рекламе уже, наверное, дофига. Погнал. Причём, смотрите, по стадиону Nike, везде логотип даже там, везде всё в брендинге. Вот самые дорогие полсекунды за историю. Ребята, вы видели мои кроссы вообще? Захотелось футболистом стать, понимаете? Ну да, красиво. Он прям уж пропитал. А он прям погнать в арсенал, типа, прям куда-то. Так кто тебя возьмёт, блядь, в арсенал? Давай, если мы от ворот до ворот побежим, пасуй мячик друг другу, и не умрём мы с тобой. Я на поле покажу, где один, где первый ляжет, а где второй. Вот так вот. То есть вот так не будет, да? Нет, нет. Давай, что я только побегу. Следующий кадр, всё, стоп. Ой, жесть. Вот, обратите внимание, там и брендинг, там и одежда, там и мяч, там и мяч. То есть всё, как бы дядь. Кто снимал? Да. Хм. Или я, или шулер. Дай шулер. Ну, кстати, если бы были бруски, я бы сказал, что дай шулер в натуре, потому что... Да при чём здесь русский-то? Найд шулер-то снимал и для какого-то викинда, по-моему, или для кого? Для какого-то рэпера, короче. Да, похоже. Типа ещё динамичная, супернарезка. Намёки будут. Ильяныш. Тогда Гай Рич. Да, это Гай Рич. Серьёзно? Не, ну Гай Рич тоже немного подходит. Согласен. Просто у Найд шулера такой это, типа стиль, то, что у него бывает в этом, ну, от первого лица. А Гай Рич подходит тоже. Согласен. А, пипец, дорогая. Вот просто, ну, кажется, такой... Это там одну камео, это футболь. Ну, то есть камео, даже если это всё опустить, если мы это только техническое исполнение берём, она ультра-сложная, вы представляете? Чём камеру? Просто открываем вот любой рандомный кадр, вот где идёт эта игра. Прикиньте камеру. Жесть, 10 килограмм. То есть это огромная установка на башке. Чувак в вертис, вправо, влево и всё такое. Так, мне кажется, почему-то стадион там ненастоящий. Ну, типа компьютерный. Даже не факт, что там, блядь, целые стадионы. Скорее всего, просто компьютерная жизнь. Стопудово, типа, вот идёт игра, в какой-то момент такие, типа... Я не думаю, что этого... Нет, я не знаю. Нет, с камеры? Конечно, нет. Нет, такой чувак с камеры, да. Тут же опять выставленный свет. Тут опять же вот эта инсталляция для камеры на башку. Это не во время смены тайма. Это не снять такое быстро. А, кстати, все довольно далеки от футбола. Скорее всего, все ракурсы, которые они брали, это был огромный хромак. И отдельно 3D-шили... 3D-шили? Конечно, стадион. И анимировали вот людей. Да 100% люди там ненастоящие. Ты что, прикалываешься, что ли? А кто тебе будет 40 тысяч человек, блядь, засаживать стадионы? Их клонировали, рассаживали. 100%. Это огромная, огромная работа. Да нет, Пикас, именно вот это не особо дорого. Вот то, что в... Ну, как это? Ну, вот именно сама съёмка, это тяжело. А... Как это... Графика... Если я не забуду и найду... Где-то бэкстейджа, давайте, может, посмотрим, что-нибудь есть? Давайте посмотрим, что-нибудь есть. Блин, такой этот, прям этот, акцент английский. Смотри, реальное поле. Я говорила. А где люди? Да нет там людей, блин, камеры... То есть они все нарисованы? Да. Да 100%! То есть они, блин, маской вырезали его и рисовали там 3D-графику треча по ничему? Ну, получается так. Нет, а тречиться-то можно за сиденье, условно, но чтобы интегрировать туда людей, вот это вообще жопа. Да что жопа, это не сложно, блин, для таких студий, вы чё. Сколько, блин, фильмов, где просто брали и коронировали армию, например, какую-нибудь. Блядь, это в каждом втором фильме есть. По-моему, это не особо сложно для знающих. Бешеная динамика, она не позволяет рассматривать косяки. Пустой стадион, в натуре, Саре, никого не души. Да это было прям... Очевидно! Вот, роман, про который я говорил, зачем он нужен? Соответственно, летит мяч, за ним же тоже люди должны быть. Да. Сумасшествие, это просто сумасшествие. И вот невлом же было, спрашивает. Невлом. Невлом. Ну, особого какого-то оригинала в этой рекламе нет. Я не про... Нет, нифига. На тот момент это просто и технически, и вот по... Технически это было круто вообще сделано. Динамики, по всему это нужно. Здесь есть, попробуй, повтори мысль. Попробуй, зацени, как сделали. Так, ещё один режиссёр, у нас он уже сегодня был. Это социальная реклама против курения. Это тест-тренинг. Сто процентов. А чё ещё, блядь, это может быть? Тихо-то, блядь. Глаза ж закатил. Чё, блядь. Хорошо. Чисто кальяна, попаленько кальяна использует. Ну, собственно, don't smoke, всё максимально понятно. Прострелю кого-то. Тут на самом деле эту рекламу может снять любой человек вообще, типа, выпускник из университета. Тут чё снимать-то? Да хер, там режиссёр какой-то нужен. Почти угадал, но угадал Дима. Ридли Скотт. Вообще, да, это самый неочевидный вариант. Это опять Дэвид Финчер был, и поэтому это очень тяжело угадать. Миллиард лет вот этой вот карикатуре, которая объясняет всю эту тему. Так что идея, ну... Интересно. Нет, если её придумал Дэвид Финчер, то обалдеть, вау. Да не придумывать. Режиссёры обычно такие штуки. Я тебе говорю, они реализуются. Очень... Посмотрите, как такие вещи, как вот здесь младенца. Обычно потому, что когда нанимают режиссёра на рекламу, всё-таки, да, придумывают явно не режиссёра, потому что, блядь, это не его фильм. Режиссёр может придумать свой автор с какого-нибудь видения. Как их делали, снимали, поищите бэкстейджи всякие там. На 99% уверен, что это сделанная кукла из силикона. Задняя машинка, которая, ну, и типа, вот отдельно рука поднимается, отдельно одно, второе, третье, то есть сзади стоит какой-нибудь тёмный фон, и всё это снимают. Ну, мне что-то кажется, что это какие-то какие-то страты трендографии. Понимаете, фактически в живую, но за счёт того, что, как я говорю, клина, правда, чуть-чуть это всё сложнее было, поэтому тут вот этот вот чёрный фон хорошо лёг, и там свет так поставили, чтобы минимум было отражение, чтобы максимальный фон не было. Всё запрятали, да, какие-нибудь там чёрные вот эти тряпки, всё спрятали. Ну, короче, интересно всё это. Чё-то знакомый, как будто как в стиле. Хе-хе-хе, блядь, чё за херня? Хе-хе-хе, это не тот, кто снимал какой-нибудь страха, мне, ну, здесь в Лас-Вега сидит. Рич, да? Нет. Если нет, удивлюсь. Какого хера? То есть у него случился инсульт, и он побежал как бы дальше, да, до Удидаса. Так приятно, как это очень. Типа он помер от беготни, у него реально случилась смерть. Чего, этого склейка просто молча, он лежит. Я вообще не понял, в чём прикол эта реклама, чё они рекламировали? Клёвый бренд-менеджер в Удидас. Какого-нибудь Удидас, не знаю, Америка. Ну, ну, Европа. И он такой, блин, хочу пару дней потусить с Дэвидом Лид. А чё у нас по бюджету? Остался ещё. Стаёшь твой поларой, там можно с вами сходить? Такой, это ж вообще-то. Прикинь, я вот эту рекламу утверждаю, такие приезжают в Россию, надо закупаться, такие, не, Мефис, ты у тебя хейт-контент. Твоя реклама вряд ли будет актуальна, и я прихожу домой и ем Деширак, который я украл у крыс, Смотри, вот этот ролик, и такой, ну да, челюсть раскрытая, как буквально в музеях, где у Аку... Блин, это отвратительно, я вообще не понял прикола. Вот так вот челюсть, их висит на стенах. Ты сейчас расскажешь, а если бы ты всё это расскажешь, а мне вся картинка, как ты на хромакее, как в рэп-арабе, вот так удаляюсь, и ездишь в рамку. Да, вот такие у нас сегодня были рекламки, дорогие друзья, это довольно уникальный кейт, потому что видны у каждого постановщика, видны у каждого постановщика режиссёрский стиль, и очень здорово, что многие из этих реклам стали культовыми, продвигали индустрию, как там в России, как за рубежом, так и в Европе, и это здорово, потому что реклама, это всё-таки не только про брендинг, это про двигатель какого-то прогресса, и про стори-теллинг, про повествование, что режиссёры, безусловно, делали. У комки есть чё добавить? Где-то здесь режиссёры, мы прям понимаем за кадром, что приходили люди, приносили деньги, и режиссёры такие, нам нужны бабки, чтобы вот что-то снять, что-то классное сделать, чтобы кинуть. И кто-то из них делал, ну вот так вот просто, как мы увидели, рекламу Черкасского. А где-то, где режиссёр такой, «Да я вот сейчас я вам покажу, как я умею». И делает полнейший кайф, который мы понимаем, в том числе Андерсон, вот последняя реклама прикольная с Вимпивом. То есть вот что-то такое, почерк режиссёра и его отношение к тому, к лёгкому заработку. Иногда лёгкий заработок так, на приколе, а иногда лёгкий заработок, это я сейчас вам... Это Торрест Ворсен. Если нас смотрят какие-то рекламодатели, люди где-то, которые работают, то ссылка на нашу почту в описании. Это во-первых. Давайте, не обязательно нам, но и нам тоже в том числе. В смысле, давайте свободу креаторам, давайте креаторам бюджета и пусть, и говорите, творите искусство. Пусть я ошибался, но пусть они творят искусство и продают ваши продукты вот так вот, классно. Да, искусство должно быть везде. Большое спасибо вам огромное за помощь. Все ресурсы, все ссылочки на Мефисто есть в описании. Канал Дмитрия Меткина и его Телеграм тоже есть в описании. Подписывайтесь на... Интересный ролик получился. Спасибо большое парням за вот такую интересную рекламу и на самом деле прям очень разную и прикольную. Не знал то, что многие из этих режиссёров снимали её. Может, знал, но забыл, как обычно. Вот. Но в любом случае, ролик классный. Лайк у сопоставил. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересные ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.